Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко Дорогие соотечественники, уважаемые ветераны, друзья, поздравляю вас с Днем независимости Республики Беларусь, великим праздником нашей страны, созвучным Днем Победы. В год мира и созидания этот день обретает особый смысл. К своей независимости беларусы шли через войны, самоотверженные подвиги и огромный труд. Поколение, которое подарило великую победу, подарило нам свободу и мир ценой своих жизней, миллионов жизней. Мы будем говорить и помнить об этом всегда и передавать, что знания – это знания новому рожденному на нашей земле гражданину. Потому что 3 июля, в день освобождения Минска от немецко-фашистских оккупантов, истерзанные неволей дикими пытками, потерями родных и близких беларусы, вернулись к жизни. Нет и не может быть иного смысла у этого праздника. Нет и не может быть другой даты, как бы не мечтали потомки нацистов там и их пособники здесь. Для нас, истинных беларусов, день независимости – это день, приближающий победу советского народа над фашистской Германией. Дорогие ветераны войны и труда, Мы, все, кто родился в годы войны и после, в неоплатном долгу перед вами. Нам повезло быть детьми и внуками таких мужественных и волевых людей, как вы, настоящих патриотов. Нам повезло расти и воспитываться на примере военных и трудовых подвигов вашего героического поколения. Поколение, которое научило нас держать удар, жить по совести и по справедливости. Дай Бог вам здоровья и бодрости. Дай Бог нам как можно дольше иметь возможность говорить вам слова бесконечной благодарности, поздравлять вас с этим великим праздником, который вы нам подарили. Вы бились на полях военных сражений. Ваша победа на многие десятилетия вперед обеспечила мир странам и континентам. Но этот мир исчерпал свой запас прочности. Сегодня наше время выполнить свою историческую миссию. Теперь мы бьемся за этот мир. Как видите, бьемся на информационном, экономическом, политическом фронтах. Да, эту войну не все видят и не все осознают. Да, на ней не рвутся снаряды, не свистят пули. Но все так же нас хотят поставить на колени и уничтожить. Почему же Запад снова лепит из нас врага? Нас боятся. Не в том смысле, что мы агрессоры и собираемся на кого-то нападать, порабощать. Мы для них опасны авторитетом, самостоятельностью и силой белорусского государства. В конце концов, и это самое главное, своим примером. Примером отсутствия пропасти между богатыми и бедными. Примером социальной защищенности всех граждан. Примером здорового общества и традиционных ценностей. И многими другими достижениями белорусского народа, которые импонируют простым европейцам и американцам. Западным элитам страшно, что завтра их народы выйдут на улицу и скажут окончательное «нет» неолиберальным ценностям. Они уже там. Только нам через их средства массовые не говорят, против чего во Франции, Бельгии и других странах сражаются обычные люди. Они сражаются, чтобы сказать «нет», они хотят нормально жить. Ценностям, которые делят общество на касты, дают привилегии избранным, бросают народы в безнравственную, бездуховную пропасть в погоне за наживой. Это все их. Сильнее этого страха англосаксонская жадность и жажда завоеваний, известные с древнейших времен. Природное богатство и просторы восточнославянских земель до сих пор не дают им уснуть. Вирус ненависти ко всему славянскому передается из поколения в поколение, вместе со словами «раб» и «славянин», которые в языках от английского и немецкого до шведского и французского звучат практически идентично, одинаково. Нетерпимость западных политиков к нашим ценностям, их виды на наши ресурсы, материальные и человеческие – это вызовы. Вызовы нашей государственности и суверенитету. Думаю, вы это понимаете. Мы собрались по случаю Дня независимости накануне всех праздничных мероприятий. Это позволяет нам поднять, в том числе, непраздничные темы и обратиться не только к нашим людям. Ситуацию вы знаете. Мы находимся в условиях беспрецедентного в истории человечества военно-политического кризиса мирового масштаба. Диалог по его урегулированию Западу не нужен. Им не нужен диалог. Пока. В Украине и так все развивается по их сценарию. Госпереворот в 2014 году состоялся. Вложенные в подготовку деньги отбиты. Русских в Донбассе начали убивать. Тоже по плану в свое время. А то, что происходит сегодня, просто подарок всему западноевропейскому истеблишменту. Сейчас страны Евросоюза, Соединенных Штатов Америки, ускоренными темпами вооружают нашу соседку Польшу. Таким образом создается еще один очаг в напряженности. Создается еще один опорный пункт для агрессии самой агрессивной страны в мире. И, к сожалению, самой мощной Соединенных Штатов Америки. То есть делает из нее следующий после Украины прокси-полигон в противостоянии с нами, с Россией. Польскому правительству стоит подумать своей головой, прежде всего, о своем народе. Для Запада поляки были и остаются славянами. А это расходный материал. Учите историю, соседи. Ближайшие к нам страны Балтии просто поражают своим самоубийственным упорством в стремлении стать ударным отрядом НАТО. Но ростом, видимо, не вышли, пока им отведена роль подпевал и провокаторов. Да, уважаемые друзья, это реалия. Но реальность и в том, что они наши соседи. Там живут люди, похожие на нас. Поэтому, несмотря на безумство политиков соседних стран, мы обязаны с ними жить хотя бы в худом мире. Нашему правительству, Министерству иностранных дел следует предложить им план добрососедства и мира. Мы в очередной раз протягиваем вам руку миролюбия не потому, что испугались ваших полков и хоругвий. Цели их ничтожны и планы безумны. Как и в годы Великой Отечественной войны, у предателей-коллаборационистов не нашлось такого количества душ, чтобы сформировать из них вызволеншее войско. В Великую Отечественную подобное сборище выдавались за белорусских партизан, воюющих с коммунистическим режимом. Для них это все закончилось трагично. Трибуналом и эшафотом. Для тех, кто спрятался и кого спрятали за океаном, с забвением и бесславием. Если кто-то хочет повторить, это их выбор. Не самый умный, учитывая изменившийся расклад сил. Интрига во всей этой истории только одна. Осознают ли западные политики, что они собственными руками кладут голову Европы на ядерную гильотину? Они всерьез думают, что отделаются малой жертвой Вильнюсом и Европой. Не дай Бог вспыхнет самая страшная в истории война. Не просто будет жарко в Варшаве, Киеве или Вильнюсе. Исчезнем мы Европа как цивилизация. Но им же это не надо. Нам тоже. Беларусь, Россия в таком исходе категорически не заинтересована. Ведь, по сути, даже отличаясь национальными интересами, ценностями, традициями, мы, страны Восточной и Западной Европы, нашего общего дома, могли бы и должны развиваться вместе. Мы можем быть интересны и полезны друг другу во всех сферах. Экономический, наушный, образовательный, культурный. У нас и проблем хватает, но тоже общих. Климат меняется. Мы чуть не каждый год боремся за урожай. Целый ворох энергетических вопросов. Доступ к ресурсам, в том числе и трудовые. Демографическая ситуация. Рост экстремизма. Киберпреступности. Западную Европу накрывает волной миграционного кризиса. Рано или поздно она захватит и Восточную часть. Нам надо сотрудничать и помнить, какие бы мускулы, какой бы военный потенциал мы не наращивали, какие бы технологии не развивали, мы не сильнее природы. Пандемия уже поставила всех на место. А что будет дальше? Что еще может выйти из биолабораторий, разбросанных по всему евразийскому пространству? Мы опять как будто забыли, что не все зависит от нас. Что мы песчинки во вселенной, а наши геополитические игры – пыль. Надо остановиться. Пока не поздно. Мы по-прежнему призываем к миру в глобальном смысле. Но если государственность, независимость, территориальная целостность, безопасность наших народов окажутся под реальные угрозы, мы даже не раздумывая ответим адекватно. Не испытывайте наше славянское терпение и свою судьбу. Сейчас стало модно говорить про центры принятия решения. Так вот, координаты этих центров нам до миллиметра известны. И позавчера, они четко и ясно определены и утверждены мною на военных картах. Надо садиться за стол переговоров и начинать выстраивать новую систему безопасности в регионе. Я давно к этому призываю. И давайте мирно созидать во благо наших народов. Дорогие белорусы, мы находимся в самом центре Европы. И в центре древней истории. Тысячу лет назад здесь кипела жизнь. Уже тогда наши далекие предки, славяне на этом клочке земли, создавали основы национальной белорусской государственности. Создавали в битвах за свою землю, за свободу, за свои народы и жизнь. И мы проигнорировать это не сможем. Как бы ни было сегодня трудно, какими бы ни были современные риски и угрозы, нам с вами все же выпало счастье строить свое будущее исключительно в интеллектуальных и трудовых сражениях. И мы ценим этот шанс. Мы созидаем. Я благодарю всех вас, белорусов, за ваш труд. В первую очередь сельчан. Вас почти втрое меньше, чем было накануне обретения нашей независимости и распада великой страны. В три раза меньше. Но производите в полтора раза больше зерна, значительно прибавили в производстве продуктов питания. Мы полностью обеспечиваем себя необходимой для полей и ферм техникой. Спасибо всем, кто трудится в промышленности, сферах инновационных и технологических разработок. В том числе благодаря вам, Беларусь, среди лидеров по производству сельхозтехники, грузовых автомобилей, карьерных самосвалов. На каждом из наших гигантов сегодня выпускаются топовые машины. Такие, как беспилотный трактор и самый большой в мире грузовик, высокоточное оборудование, станки и многое другое. Наша наука во многих областях находится на ведущих передовых позициях. Разрабатываем и производим уникальные приборы, промышленное медицинское оборудование, электротранспорт. Повышаем свою технологическую независимость. На орбите Земли работают наши спутники. Совместно с Россией создаем новое. Конечно, история созидается не только прорывными разработками и ударным трудом на производстве. Я благодарю всех, кто воспитывает и учит наших детей, лечит и спасает жизни. Без этого не может быть прерывных технологий. Всем, кто обеспечивает уют и красоту родной Беларуси, развивает сферу услуг, обогащает нашу культуру, помогает старикам и людям, нуждающимся в особой заботе. Всех, кто охраняет наш мирный сон и защищает основы белорусской государственности, отстаивает интересы страны за рубежом. Наши с вами ежедневные труды, те усилия, которыми мы создаем благополучие Беларуси, и есть цена независимости. Цена, о которой я постоянно говорю. Больше пока не надо. Созидаем и становимся сильнее. Становимся сильнее, гарантируем независимость и мир на родной земле. Вот и вся философия жизни, вот и весь смысл года и мира созидания. Мы многое сделали, планов у нас еще больше. И я желаю всем вам новых профессиональных достижений, счастья, крепкого здоровья. Берегите родную землю, мир, традиции. Берегите себя и своих детей. И не волнуйтесь. Я знаю, вы немножко волнуетесь, переживаете. Все будет нормально. Иногда даже хорошо. Потому что у вас есть мы. Потому что у вас есть мы. Наше поколение способное вас защитить. И никакое оружие нам не страшно. Ни ядерное. И никакие хорубьи и полки нам не страшно. И не только потому, что у нас нет ЧВК Вагнера. Не тема сегодняшнего дня. Когда-нибудь мы на эту тему поговорим. Скажу только одно. Когда-то я вам на большом форуме говорил, если вы не знаете, что делать в той или иной ситуации, а ваши враги гвалтом кричат, делайте все наоборот. Если они кричат, что ядерное оружие – это плохо, делайте наоборот. Приведу вам один пример. Ныне беглая, а вчера рвущиеся к власти, помните, кричали. Придем к власти, белорусскую АЭС уничтожим. Она нам не нужна. Почему так говорили? Потому что им подсказывали оттуда. И прежде всего от наших соседей. Польши, Литвы. А что они сегодня говорят? Литва запланировала строительство себе новой атомной станции. Вместо той, которую уничтожили. Польша аж две или три планирует построить. А почему нашим дуракам говорили? Не надо строить, надо уничтожить. А конкуренты никому не нужны. Тот, кто сегодня не живет прорывными, современными, суперсовременными технологиями, государство загнивающее, умирающее. Ядерная энергетика – это суперсовременная технология. Когда природный газ подскочил до 2000 долларов за кубометр газа, они начали говорить, что ядерная энергетика – это зеленая энергетика. Она самая безопасная. И ее надо развивать. Немцы тихонечко то, что планировали закрыть, отсрочили закрытие. Французы, они умеют строить атомные станции всего 5-6 стран в мире. Они начали строить новые станции по всему миру, кстати. Так же, как американцы, японцы, корейцы и другие. Это я просто возвращаю вас в недалекое прошлое, свидетелями которых вы были. Ну и если мы отступили от этого, мы бы сегодня закупали на 5-6 миллиардов больше кубов газа природного. Пусть он сегодня дешевый, но когда-то он был дорогой и подорожай. А это самая дешевая и самая безопасная энергетика. Но главное, она нам нужна. Точно так они сегодня говорят про ядерное оружие, которое завезено в Республику Беларусь. Если вы будете выступать против этого, не надо никого критиковать. Я уже об этом говорил. Это была моя жесточайшая инициатива. И чем больше мы живем, тем больше убеждаемся, что оно должно лежать у нас, в Беларуси, в надежном месте. И я уверен, что нам никогда не придется его применять, пока оно у нас и никогда на нашу землю не ступит нога врага. То же самое сейчас не из Беларуси. Раздули и раздувают эту проблему ЧВК «Вагнер», частной военизированной компании «Вагнер». Да успокойтесь. Если бы можно их пригласить сюда за их счет, это для нашей армии благо. Это самые подготовленные люди. Говорят, там зэки. Послушайте, все военнослужащие, которые там были, осужденные, они уже погибли, к сожалению. И еще один нюанс, который они не хотят объяснять. Осужденные освобождались из мест лишения свободы в России только для Российского фронта. Ни один человек за границу не выезжает. Так кто же они, эти вагнеровцы? Я их знаю давно. С тех пор помните, как мы 33 богатыря, по-моему, в 20-м году задерживались здесь, под Минском. И они с тех пор, мы их с Богом отпустили, благодарны нам. И за батюшку всегда ставят свечку в церкви. Они нам не страшны. Это люди, прошедшие армию, прошедшие войны. Это люди, которые воевали по всему миру за нормальную цивилизацию. Запад их ненавидит на дух. И как только пошел шумок, что вот они тут, вот Беларуси. Слушайте, вал звонков от тех, кто нас не признают. Диктатору начали звонить в Беларусь. Это плохая вещь. Это плохой сигнал. А почему плохой? Почему для французов плохой? Потому что эти вагнеровцы в Африке, знаете, в каких странах, колошматили этих французов, что только пыль летела. Конечно, им это не нравится. К сожалению, у нас их нет. А если их, ребята, инструкторы, как я говорил уже им, приедут и передадут боевой опыт нам, мы примем этот опыт. Некоторые командиры уже говорят о том, пришлите нам пару инструкторов. Пусть помогут, пусть поскажут. И скажу вам абсолютно непопулярную вещь. Армия только тогда армия. Когда она воюет. Почему так успешные американцы? Как бы мы их ни критиковали. Потому что они постоянно воюют. И они знают, какое оружие производить и закупать. К сожалению, это не наш путь. Воевать это не мое. И тем более не ваше. Я не собираюсь воеваться. Но я 30 лет почти готовлюсь к этой войне. Поэтому мы живем в мирное время. Ну, вот такой вот непраздничный месседж. На всякий случай. Чтобы вы не переживали и не волновались. А сегодня мы живем под мирным небом. И я в очередной раз хочу поздравить вас с праздником. С Днем Независимости. Живите долго и будьте здоровы. АПЛОДИСМЕНТЫ С Днем Независимости. С Днем Независимости.